Органная академия Мы изучаем и штрихи, и артикуляцию, какие-то стилистические особенности, особенности применения регистров на органе, искусство их сочетания. Все это очень интересно. Я надеюсь, что ребятам очень нравится, и они с удовольствием приходят на занятия. КОНЕЦ Самый юный участник концерта – Арсений Бурков. Три года играет на блокфлейте. Исполнял арию Телемана под органный аккомпанемент. Первый раз играю на концерте, а так играл уже в классе. Музыкальный инструмент с многовековой историей, переживший периоды огромной популярности и забвения, он использовался как для религиозных служб, так и светских развлечений. Уникален орган и тем, что относится к классу духовых инструментов, но при этом оснащен клавишами. Особенность этого инструмента в том, что для игры на нем исполнитель должен виртуозно владеть не только руками, но и ногами. Средневековые органы не отличались изяществом. Так, расстояние между клавишами было настолько велико, что музыкантам приходилось играть не пальцами, а ударять кулаками. Еще одна участница – Екатерина Горбова. Уже восемь месяцев занимается по классу органа. Раньше ничего об этом не знала, а мне предложили попробовать, что-то зацепило. Ну, понравилось. Композиции Генделя и Баха в исполнении Оксаны Биленькой дарили непередаваемые ощущения, сочетание голоса и потрясающее звучание органа. Органа поблизости, ближе, чем в Москве, его нет нигде. И туда нужно. А тут, ну, просто эмоции переполняют и все. Я пришла сюда, чтобы послушать органную музыку, вдохновиться ей. На органе раньше играли в церквях. Это очень древний инструмент. Кто-то черпал вдохновение, кто-то просто наслаждался бесподобной музыкой, а равнодушных не было. Орган – инструмент поистине уникальный и умеющий удивить звучанием. Волшебное исполнение и мощный, завораживающий звук – то, что выгодно, отличает его от других музыкальных собратьев. Наталья Буслаева и Адамия Елена Кошелева. Видное ТВ.